Беседа 20-я, 220. Время подходит у нас уже к концу поста, посему и мы предадимся больше ревности о добродетели. Как бегущим на ресталище нет никакой прибыли от того, что бегут, если они не получают наград, так и нам не будет никакой пользы от множества трудов и подвигов в течение поста, если не будем в состоянии вкусить священные трапезы с чистой совестью. Для того и пост, и четыре десятницы, и столь многодневные собрания, и беседы, и молитвы, и поучения, чтобы мы в такой ревности о божественных заповедях, смыв приставшие к нам в течение целого года грехи, с духовным дерзновением приобщились благоговейно к бескровной той жертвы, иначе напрасно и без цели, и без всякой пользы подъяли мы столько труда. Итак, каждый пусть подумает сам с собой, какой недостаток исправил, какое доброе качество приобрел, какой грех откинул, какое пятно смыл, в чем сделался лучше. И если он найдет, что от поста у него оказалась прибыль в этой прекрасной купле, и убедится, что много позаботился о своих ранах, то пусть приступает. Но если он был беспечен и может похвалиться только постом, а ни одного из добрых дел не сделал, то пусть остается вне, и войдет тогда, когда очистится от всех грехов. Пусть никто не надеется на один пост, если только он остался без исправления в грехах. Не постящийся может получить извинения, ссылаясь на немощь телесную, но не исправившемуся в грехах нельзя получить оправдание. Ты не постился по немощи плоти, а для чего не примирился с врагами своими, скажи мне? И здесь не хочешь ли сослаться на слабость тела? Опять, если питаешь зависть и злобу, чем станешь оправдываться, скажи мне? В оправдание этих пороков никак нельзя ссылаться на немощь телесную. И это было делом человеколюбия Христова, что главнейшие и служащие опорой нашей жизни заповеди нисколько не терпят от немощи тела. Итак, если и все священные законы одинаково необходимы нам, то более из тех тот, который повелевает, не иметь ни с кем вражды и не оставаться навсегда во гневе, но тотчас примиряться. То вот мы сегодня побеседуем с вами об этой заповеди. В самом деле, если блудодею и богохульнику невозможно быть причастником священной трапезы, тем более имеющему врага и злопамятствующему невозможно вкусить святого причастия. И весьма справедливо. Блудник и любодей лишь только удовлетворил похоть, то и положил конец греху. Если воспрямо захочет восстать от падения, а обнаружит потом великое раскаяние, то получает некоторое облегчение. Но злопамятствующий каждый день делает грех и никогда не кончает его. Там сделано преступление и кончен грех. Здесь каждодневно совершается грех. Итак, какое найдем и скажи мне извинение, добровольно отдаваясь такому злому зверю? И как хочешь ты, чтобы Господь был к тебе снисходителен и кроток, когда сам ты жесток и неумолим к подобному тебе рабу? Но этот раб оскорбил тебя, и ты часто оскорбляешь Бога. Какое же сравнение между подобным тебе рабом и Господом? Притом, может быть, тот оскорбил тебя, будучи сам обижен тобою, и ты пришел в раздражение, но сам ты оскорбляешь Господа, не потерпев от Него вреда и оскорбления, а получая каждодневно благодеяние. Подумай же, что если Бог захочет строго взыскивать за все, что не делается против Него, мы не проживем одного дня. Если ты, Господи, будешь замечать беззаконие, кто устоит? Говорит пророк. Не говорю же о всех других грехах, которые знает только совесть грешника и свидетель которых один Бог, а из людей никто. Если бы потребовался у нас отчет в этих явных открытых грехах, чем бы мы извинились в них? Если бы Бог стал взыскивать за наше нерадение и беспечность в молитвах, за то, что стоя перед Богом и молясь Нему, не оказываем Ему и такого благоговения и почтения, какое оказывают рабы, господам, воины, начальникам, друзья друзьям, когда ты разговариваешь с другом, то делаешь это со вниманием, а когда молишься Богу о грехах, просишь прощения столь многих беззаконий и умоляешь о даровании тебе помилования, то нередко делаешь это с небрежением и между тем, как колена твои преклонены на землю, уму своему ты позволяешь блуждать по площади и дома, так что уста твои произносят слова без смысла и без цели. И так делаем мы не один раз и не два, но многократно. Если бы заодно это Бог захотел взыскать с нас, нашли ли бы мы извинения, могли ли бы мы оправдаться, не думаю. 222. Что же, если он выведет наружу те злые речи, которые мы каждый день говорим друг о друге, и те неуместные осуждения, которые произносим о ближнем, не по какому-либо делу, но по склонности осуждать и порочить других, что можем тогда сказать в свое оправдание? 233. А если станет разбирать наши пытливые взгляды и злые похоти, возбуждаемые в нашем сердце, когда от непозволительного блуждания очей получаем мы скверные и нечистые помыслы, как кому подвергнемся наказанию? Опять, если потребуешь у нас ответа за бранные слова, ибо сказано, если брат скажет своему брату безумный, то повинен будет деяние огненной. Можем ли мы открыть уста или даже заикнуться и сказать против этого что-нибудь, малое или великое? От тщеславия, какое выказываем и в молитве, и в посте, и при подаянии милости, если станем разбирать, не говорю, Бог, но мы сами грешники, будем ли в состоянии взглянуть на небо? А коварства, какие сплетаем мы друг против друга, когда то хвалим брата в глаза и говорим с ним по-дружески, то хулим за глаза, вынесем ли должное за них наказание? Что сказать о клятвах, о лжи, о клятвах преступлениях, о несправедливом гневе, о зависти, какую часто питаем к счастливым, не только ко врагам, но и друзьям? Так же о том, что радуемся несчастью других и чужое горе почитаем облегчением нашего. Что потерпим, если Бог потребует у нас ответа за ту небрежность, какую и показываем в церковных собраниях? Вы знаете, что нередко, когда сам Бог говорит ко всем нам через пророка, мы в это время ведем большие и длинные разговоры с ближними о вещах, нисколько до нас не касающихся. Какая же будет у нас надежда на спасение, если Он, оставив все прочее, захочет наказать нас за один этот грех? Не сочти его за маловажный проступок, но если хочешь видеть тяжесть его, рассмотри этот самый проступок по отношению к людям, и тогда увидишь тяжесть греха. Осмерься, когда говорит с тобой начальник или даже какой-то другой из числа более почетных. Осмерься, оставив его разговаривать со своим слугой. Тогда увидишь, на какую дерзость отваживаешься делая это по отношению к Богу. Тот, если будет из числа более знатных, подвергнет тебя и наказание за оскорбление. А Бог, хотя каждодневно терпит столь много, еще более этих оскорблений, ни от одного, ни от двух и трех человек, но от всех почти нас, однако переносит долготерпеливо. И не только эти, но и другие более тяжкие оскорбления. В самом деле, это грехи явные и ведомые всем, и почти всеми делаемые. Но есть еще другие грехи, о которых знает только совесть грешников. Если подумаем и размыслим обо всех их, то хотя бы мы были самые жестокие и грубые люди, рассмотрев множество грехов своих, от страха и тоски не в силах будем их вспомнить, о нанесенной нам другими обиде. Вспомни об огненной реке, о ядовитом черве, о страшном суде, на котором все будет обнажено и объявлено. Подумай, что скрываемое теперь открыто будет тогда. И вот если простишь ближнему согрешение, все это, чему предстоит тогда открыться, изгладится здесь. И ты отойдешь отсюда, не млача за собой ни одного из грехов твоих. Так что ты, прощая, больше получаешь, нежели даешь. Много, конечно, сделали мы таких грехов, о которых никто из посторонних не знает. Поэтому от мысли, что в тот день на всеобщем зрелище Вселенной наши грехи будут открыты перед всеми, мы страдаем более, нежели от самого наказания. Будучи мучимы и терзаемы совестью. Но такой стыд, такие грехи, такое наказание можно отвратить прощением ближнему. Нет ничего равного этой добродетели. Хочешь узнать силу этой добродетели? Если станут Моисея и Самуил предлицом, им говорит Господь, не преклонится душа моя к ним, к иудеям. Однако кого Моисея и Самуил не могли спасти от гнева Божия, тех могла спасти эта заповедь о прощении обид. Вот почему Бог тем самым, о которых сказал Он эти слова, постоянно внушал «Зла друг против друга, не мыслите в сердцах ваших». Захария 7.10. И никто да не мыслит зла против ближнего своего. Не сказал только «оставь», но и в уме не имей, и не помышляй, оставь весь гнев, истреби эту болячку. Ты думаешь, что мстишь врагу, но прежде чем его, ты мусишь себя, приставив к себе со всех сторон внутри, как палача гнев, и терзая свою собственную утробу. И что может быть жалче человека, который непрестанно гневается? Как беснующийся никогда не бывает спокойный, так и злопамятливый, и враждующий никогда не будет вкушать мира. Он непрестанно воспламеняется, каждый день усиливает бурю помыслов, припоминая о себе слова и дела оскорбителя своего и раздражаясь при одном имени его. Произнести только имя врага. Он приходит в ярость и терпит внутри сильную боль, увидит одно лицо его, пугается и трепещет, как будто подвергается крайнему бедствию. Даже если увидит кого из близких ему или его одежду, дом, улицу, от всего этого терпит мучение. Как при виде дружеских и одежд, и лиц, и обуви, и домов, и улиц, мы тотчас окрыляемся, так что не увидим из принадлежащего нашим врагам и неприятелям слугу или друга, или дом, улицу, или другое что. Тем этим мы уязвиляемся, и от каждого из этих предметов бывают нам частые непрерывные удары. 224. Почему же такая досада, такое мучение и наказание? Если бы и не угрожало злопамятливым гиенна, то из-за того мучения, какое нам причиняет вражда, надлежало бы прощать оскорбителям согрешения. Но когда еще угрожает бесконечное наказание, что может быть безумнее, как думая омстить врагу, наказывать самого себя и здесь, и там? В самом деле, мы увидим ли его счастливым, умираем из печали. Увидим ли несчастным, боимся, чтобы не произошла какая-нибудь благоприятная перемена. А за то и другое готовится нам неизбежное наказание. Притча 24.17. Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится в сердце твое, когда он споткнется. Не говори мне о великости обиды, не она причиной твоей гневливости, но то, что ты не помнишь о своих собственных грехах и не имеешь перед очами гиенны и страха Божия. Что-то действительно так я постараюсь заказать тебе событиями нашего города. Когда виновные законопреступных тех дерзостях приведены были в судилище, когда огонь пылал внутри, а полоти стояли вокруг и секли по бокам, тогда если бы кто из стоявших тут сказал им со стороны, если есть у вас враги, перестаньте гневаться, и мы освободим вас от этого наказания. Не стали ли бы они целовать ноги, если бы даже кто велел им пойти в услужение к ним, и от этого не отказались бы, если же человеческий конец, имеющий наказание, может обуздать гнев. Тем более будущее наказание, если бы он постоянно владел нашим умом, изгнало бы из души не только вражду, но и всякую злую мысль. И что легче, скажи мне, как перестать гневать о нас, оскорбившего? Разве нужно для этого пускать в дальний путь, тратить деньги, упрашивать других? Довольно только захотеть, и дело кончено. Какого же не заслуживаем мы наказания, когда из-за мирских дел оказываем и раболепную услужливость, и недостойную нас угодливость, и тратим деньги, и разговариваем с привратниками, чтобы только польстить негодным людям? И все делаем, и говорим, лишь бы удалось наше предприятие. А ради Божьих заповедений хотим и попросить оскорбившего нас брата. Даже почитаем за стыд прийти первыми. Того ли стыдишься, скажи мне, что первый получишь пользу? Стыдиться должно противного, коснее страсти, гнева и выжидания, чтобы оскорбивший пришел примириться. Вот это для тебя и стыд, и позор, и вред величайший, потому что кто первый придет, тот все и получит. Если ты перестанешь гневаться, будучи упрошен другим, то ему и меняется этот подвиг, потому что ты исполнишь заповеди о примирении не из покорности Богу, а из угождения тому человеку. Но если тогда, когда никто не упрашивал тебя, когда и сам оскорбитель не пришел к тебе и не просил прощения, ты, выбросив из ума всякий стыд и всякую медлительность, сам поспешишь к оскорбившему тебя и прекратишь вражду, то этот подвиг будет весь твой, и ты получишь всю награду. Если скажу я тебе, постись, ты представляешь мне свое извинение, немощь телесную. Если скажу, подавай бедным, указываешь на воспитание детей и бедность. Если скажу, ходи в церковь, на житейские заботы. Если скажу, слушай наставления и понимай смысл поучения, на свою простоту. Если скажу, исправь другого, говоришь, что он в советах моих не послушает, потому что слова мои не раз уже были бы неуважены. Пустые, конечно, это предлоги, но по крайней мере, можешь ты иметь хоть предлог. А если скажу, перестань гневаться, на какой из этих предлогов можешь указать? Не можешь указать ни на слабость тела, ни на бедность, ни на простоту, ни на незасуг, ни на что другое. Так что этот грех более чем всякий другой неизвинителен. Как можешь ты простерять руки к небу? Как повернуть язык? Как попросить о прощении? Если захочет Бог простить грехи твои, то сам ты не позволяешь простить, не прощая долгов подобному тебе рабу. Но он жесток, суров и свиреп. Он жаждет наказания и мести. Поэтому ты особенно и прости. Много ты потерпел обид и лишений, много бесчестия и вреда в самых важных делах. И поэтому хочешь видеть врага наказанным? И для этого опять тебе полезно простить. За это сам ты отомстишь и отплатишь, словами ли или делами, или молитвой о наказании врага. Зато Бог не будет уже мстить, так как уже сам ты наказал за себя. И не только не будет мстить за тебя, но и тебя подвернет наказанию, как оскорбленный тобою. И в людей бывает, что когда мы ударим чужого слугу, господин его гневается и считает поступок наш за обиду себе. Потому что когда случится нам потерпеть оскорбление, от рабов ли или от свободных, мы должны искать труда у начальников и у господ. Если же между людьми небезопасно самим мстить за себя, то тем более там, где судит Бог. Но ближний обидел и огорчил тебя и сделал тебе множество зла. И в этом случае ты сам не мсти ему, чтобы не оскорбить тебе своего Господа. Предоставь Богу, и он устроит дело гораздо лучше, нежели как тебе хочется. Тебе он повелел только молиться за оскорбившего. А как поступить с ним, это повелел предоставить ему. Сам ты никогда не отомстишь за себя, так, как он готов отомстить за тебя. Если только ему предоставишь это, если не будешь молиться, наказание оскорбившего, но предашь суд в его волю. В самом деле, хотя бы мы и простили обидевшим, хотя бы примирились с ними, хотя бы молились за них, но если они и сами не переменятся и не сделаются лучшими, Бог не простит им. Не простит, впрочем, для них же пользы. Тебя он похвалит и одобрит за любомудрие, а врага накажет, чтобы он не сделался худшим от твоего любомудрия. Отсюда неосновательно мнение толпы. В самом деле, многие наупрек с нашей стороны в том, что не внимали убеждений примириться с врагами, нередко представляли следующее извинение, которое есть не более, как покрывало их злости. Не хочу примириться с врагом, чтобы не сделать его худшим и более дерзким, чтобы после того он не стал меня презирать еще более. А к этому прибавляет еще и вот что. Многие подумают, будто я по слабости первый иду мириться и упрашиваю врага. Все это пустое, не усыпающее око видит твое расположение. Поэтому не должен ты смотреть на подобных тебе рабов, лишь бы тебе преклонить к себе судью, который будет тебя судить. Если же опасаешься, чтобы враг из-за твоей кротости не сделался худшим, то знай, что худшим он сделается не в этом случае, а скорее в том, если не примиришься с ним. Будем самый негодный человек, но если не словами и не открытой, то, по крайней мере, тайно одобрит твое любомудрие, воздаст честь твоей кротости, совести своей. Если же он, несмотря на твою доброту и угождение, останется при той же злобе, то будет иметь величайшего мстителя в Боге. И чтобы увериться вам, что и в том случае, когда мы будем молиться за врагов и оскорбителей, Бог не простит им, если они из-за нашего непамятного злоба сделаются худшими, расскажу вам древнюю историю. Осудила некогда Мария Моисея. Что же Бог? Наслал на нее проказу и сделал ее нечистой, хотя, впрочем, она была скромна и целомудрена. Потом, когда сам оскорбленный Моисей просил прекратить гнев, Бог не соизволил на это, но что сказал? Если бы отец сплюнул в лицо ее, то не должна ли бы она была быть нечистой семь дней вне стана? Смысл этого изречения такой. Если бы у нее был отец и наплевал ей в лицо, не перенесла ли бы она этого бесчестия? Тебя хвалю за братскую любовь, кротосиснисходительность, а когда ее освободить от наказания, это знаю я. И ты окажи брату полное снисхождение и прости ему грехи, не из желания ему большего наказания, но из любви и доброго расположения. Будь уверен, что чем более он пренебрежет в твою доброту, тем больше он навлечет на себя наказание. Что говоришь? Скажи мне, от доброты он делается худшим? Это ему осуждение, а тебе похвала. Тебе похвала, потому что ты видишь, что он делается таким, не прекращаешь своей доброты к нему для угождения Богу, а ему осуждение, потому что он не сделался лучшим и от твоей доброты. А Павел говорит, лучше пусть другие будут осуждены ради нас, нежели мы ради других. Не говори мне этих пустых слов. Не подумал бы враг, что я пришел к нему по страху, не стал бы он еще более презирать меня. Эти слова приличны душе детской, безрассудной и гоняющейся за славой человеческой. Пусть думает враг, что ты пришел по страху. Тебе же тогда будет большая награда за то, что ты, и наперед зная это, все перенес ради страха Божия. Кто для того примиряется, чтобы получить славу от людей, тот умаляет плод воздаяния. А кто верно знает, что многие осудят, а смеют его, не перестает, однако искать примирение, тот получит двойной и тройной венец. А таков и есть в особенности тот, кто делает это для Бога. Не говори мне, что враг нанес такую-то и такую обиду, если бы он выказал на тебе всю злобу человеческую, и в таком случае Бог повелел тебе простить все. 227. Вот наперед говорю и объявляю, и громким взываю голосом, никто из имеющих врага да не приступает к священной трапезе и не принимает тело Господне. Никто приступающий да не имеет врага. Имеешь врага? Не приступай. Хочешь приступить? Примирись. И тогда приступи и прикоснись к святыне. Впрочем, не я говорю это, но сам Господь распятый за нас. Он, чтобы примирить тебя с отцом, не отказался умереть и пролить кровь. А ты, чтобы примириться с подобным тебе рабом, не хочешь и слова сказать и прийти, первый. Послушай, что он говорит о таких людях. Если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, не сказал подожди, пока он придет к тебе, или переговори с ним через кого-нибудь, через какого-либо посредника, или попроси кого-другого, но сам пойди к нему и примирись с братом твоим. Чудное дело. Он не считает для себя бесчестьем, когда оставляют дар, а ты посчитаешь унижением первым прийти и примириться. Как же можно это простить? Скажи мне, если увидишь, что у тебя отрублен какой-либо член, не делаешь ли все, чтобы соединить его с телом? Так же поступи с братьями. Когда увидишь, что они отсечены от дружбы твоей, поспеши скорее принять их в свои объятия. Не выжидая, чтобы они первые пришли к тебе, но сам первый устремись получить награду. С одним только повеленно нам быть во вражде, с дьяволом. С ним никогда не примиряйся, а к брату никогда не питай сердце злобы, но если и случится какое огорчение, пусть будет оно разве на один день, и долей дня не продолжается. Солнце, сказано, да не зайдет в огневе вашем. Если примиришься прежде вечера, получишь от Бога прощение, но если долей пробудешь во вражде, то неприязнь твоя будет знаком не увлечения от раздражательности и гнева, но злости, знаком души развращенной и преданной греху. Впрочем, зло не в том только, что ты сам себя и лишаешь прощения, а в том, что и прекращение вражды становится более затруднительным. Прошел один день, стыд уже стал больше. Проходит другой день, стыд еще увеличивается. А как пропустишь третий и четвертый день, то прибавится и пятый. Таким же образом, пять дней сделаются десятью, десять двадцатью, двадцать сотни, и, наконец, рано будет уже неизлечимо. Потому что, чем более проходит время, тем более расходимся мы друг с другом. Но человек, не дай себе места ни одной из этих неразумных страстей, не стыдись и не красни и не говори про себя. Недавно мы так выбронили друг друга, но сказали друг другу тьму такие слов, которых нельзя и выговорить. И теперь пойду мириться. Кто же не осудит моего легкомыслия? Никто, у кого есть разум, не обвинить тебя в легкомыслии. Напротив, когда ты останешься непримиримым, тогда-то все будут смеяться над тобою. Тогда-то дашь ты большой простор дьяволу. Ведь вражда становится неудобно примиримой не только от времени, но и от случившихся в течение этого времени дел. Как любовь покрывает множество грехов, так вражда составляет и небывалые грехи. И у нее находят веру все клеветники. Все, кто радуется чужому несчастью, разглашая чужие пороки. Зная все это, предупреди и удержи брата, пока он совсем не отдалился. И хотя бы для этого надлежало в тот день обижать весь город. Хотя бы выйти за стены городские. Хотя бы пройти дальний путь. Оставь все, что у тебя в руках. И озаботься этим одним. Как бы примириться с братом. Если это дело и трудное, подумай, что все это делаешь ты для Бога. И получишь достаточное ободрение. И душу коснящую и медлящую, краснеющую и стыдящуюся. Пробуди, постоянно напивая ей такие речи, что медлишь, что откладываешь и удерживаешься. Дело у нас не о деньгах, и не о другом челе во временном, а о спасении. Бог повелел делать это. И все должно уступать его заповедям. Дело это, есть некоторая духовная купля. Не будем беспечны, не будем небрежны. Пусть враг знает, что столь великое усердие показали мы для угождения Богу. И пусть он станет опять оскорблять нас, бить или еще что-нибудь худшее делать. Благодушно перенесем все, так как через это не столько окажем добра ему, сколько самим себе. Добродетель это более всех поможет нам в тот день. Много и тяжко мы согрешили, и переступили законы, и прогневляли владыку нашего. Но он по своему человеколюбию дал нам этот способ примирения. Не отвергнем же этого прекрасного сокровища. Разве он не был властен повелевать только примириться, не предлагая нам зато никакой награды? Ведь никто не может противоречить его повелениям и поправлять их. Однако он по великому своему человеколюбию обещал нам и награду, великую и незеснимую, которой мы более всего желаем, прощения грехов наших, и этим облегчить для нас самое послушание. 229. Какое же заслужим прощения, когда, имея, получить и столь великую награду, не повинуемся законодателю, но остаемся презрителями? А что это действительно презрение, видно из следующего. Если бы царь издал такой указ, чтобы все враждующие мирились друг с другом, иначе бы потерять голову. Не все ли мы поспешили и примириться с ближними? Я думаю, какое же будем иметь извинения, когда не воздаем Господу и такого почтения, какое оказываем сарабам нашим. Поэтому Павелёна нам говорит, и оставь нам долги наши, как и мы оставляем должникам нашим. Что может быть мягче, что милосерднее этого повеления? Тебя сделал Он судьёю в прощении твоих грехов. Мало ты простишь, мало и тебе будет прощено. Много простишь, много и тебе будет прощено. Простишь от чистого сердца, так и Бог тебя простит. Против врагу, ты ещё сделаешь его и другом своим, так и Бог поступит с тобою. И так, чем более кто согрешил против нас, тем более должны мы спешить к примирению с Ним, потому что Он становится причиной прощения нам большего числа грехов. Хочешь ли знать, что нет никакого прощения нам и никто не избавит нас, если мы злопамятствуем? Объяснил слова мои примером. Чем оскорбил тебя ближний? Похитил деньги? Описал? Присвоил себе? Не довольствуясь этим, но прибавлю другие. Ещё большие этих оскорблений, какие только угодно тебе будет. Он подумал убить тебя, устроил тебе тысячи опасностей, сделал тебе всякое зло и вообще не опустил ничего, что только свойственно человеческой злобе. И чтобы не говорить обо всём порознь, положим, что Он нанёс тебе такую обиду, какой никто никогда не делал никому. И в таком случае тебе не будет прощения, если станешь злопамятствовать. Как это? Сейчас скажу. Если бы слуга твой был, тебе должен сто золотых, а другой кто-нибудь был, ему должен несколько серебряных монет. Этот должник слуги твоего пришёл бы и стал упросить тебя и молитву, молитву о прощении. И ты, призвав своего слугу, приказал бы ему простить долг этого человеку, сказав, долг этот я принимаю вместо твоего долга мне. Потом этот бесстыдный злой слуга стал бы опять душить своего должника. Мог ли бы кто исторгнуть его из-за твоих рук? Не дал ли бы ты ему тысячу ударов, как оскорблённой им до крайности? И по делам. А это же и Бог сделает. В тот день он скажет тебе, злой и негодный раб, разве ты из своего простил ему? Тебе приказано было отдать из того, что ты был мне должен. Прости, сказано, и прощу тебя. Даже если бы я и того не присовокупил тебе, и тогда надлежало бы простить из послушания господина. Но вот я не приказывал, как господин напросил милости, как у друга, при том из моей собственности, и обещал ещё дать больше. И при всём этом ты не сделался лучшим. Люди в таких случаях поступают так. Господин слагает в себя со своих слуг столько, сколько этим должны другие. Например, слуга должен 100 золотых, а слуге должен кто-либо 10 золотых. Если этому слуга простит долг, господин прощает ему не 100, но только 10. А всё проще взыскивает. Бог же не так, но если ты простил сарабу твоему немного, он простит тебе всё. Из чего же видно? Из самой молитвы. Как отпускаете вы человеком, будете, если прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. Но сколько разности между сотней динариев и десятью тысячами талантов, столько между теми и этими долгами. Какого же не будешь достоин наказания, когда, имея получить 10 тысяч талантов за 100 динариев, не прощаешь и этих немногих монет. И таким образом молитву эту обращаешь против самого себя. Ведь когда скажешь, «Оставь нам, как и мы оставляем», и между тем сам не простишь, то молишь Бога ни о другом о чём, как о том, чтобы Он лишил тебя всякого извинения и прощения. Но не смею, говоришь ты, сказать, «Прости мне, как я прощаю». Я только говорю, «Прости мне». К чему же это? Хоть ты не скажешь, но Бог так делает. Как ты просишь, так и Он простит. Как ты простишь. И это показал Он в следующих словах. Матфея 6, 15. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Не считай по этому знаком благоговения произносить неполное прошение. И не твори молитву в половину. Но как повелел Бог, так и молись. Чтобы хоть необходимость произносить эти слова «Враг каждодневно устрашала и побуждала тебя к прощению ближнего». Не говори мне, много я убеждал, упрашивал, умолял, и враг не примирился. Не отставай, пока не примиришься. Не сказал Господь, оставь дар твой и поди, попроси брата твоего. Но, идя, примирись. Следовательно, сколько бы ни пришлось тебя просить, тебе. Простить? Не отставай, пока не убедишь. Бог всякий день просит нас. И мы не слушаем. Однако он не перестает просить. А ты не хочешь попросить подобного тебе раба? Как же можешь спастись? Но ты много раз просил, и столько же раз был отвергнут. Зато больше получишь награду. Чем более он будет упорствовать, а ты станешь упрашивать, тем более увеличится награда тебе. Чем с большим затруднением делается дело, Чем большего труда стоит примирение, тем больше будет тебе ему осуждение. А тебе блистательнейшие венцы за терпение. Это не только будем хвалить, но и выполним на деле. И не отстанем, пока не восстановим прежней дружбы с врагами. Мало того, чтобы не огорчать и не обижать врага, и не иметь в сердце злобы на него, должно и его заставить иметь к нам любовь. Многие, слышу, говорят, я не вражду и не огорчаюсь, да и не имею ничего общего с ним. Но Бог не это повелел, чтобы не имел ты ничего общего с ним, но чтобы многое было у тебя общее с ним. Потому-то он и брат твой. Потому-то Господь не сказал, прости брату твоему, что имеешь на него. Ну что, идя, примирись с ним. Если он имеет что на тебя, и не отставай, пока не приведешь члена к единению. Для приобретения доброго слуги ты тратишь золото и переговариваешь со многими купцами, часто отправляешься и в дальний путь. А чтобы врага сделать другом, для этого не двигаешься и не делаешь ничего, скажи мне. Как же можешь умолить Бога, пренебрегая так законы его? Но приобретение слуги не великую доставляет нам пользу, а расположение врага к службе. И Бога сделает к нам милостивее и благоснисходительнее. И легко разрешит нас от грехов, когда враг расположится к дружбе, и доставит нам похвалу от людей и великую безопасность в жизни. Потому что нет ничего опаснее, как иметь и одного врага. Когда он всем говорит о нас в тьму худого, то и честь жизни нашей страждет, и сердце наше неспокойно, и совесть возмущается, и мы выдерживаем непрерывную бурю помыслов. Зная все это, спасем себя от наказания и мучения. Почтим предстоящий праздник исполнением всего сказанного. И чего мы ради его желаем от царя, тем воспользоваться и сами дадим другим. Многие, слышу, говорят, что царь, конечно, из почтения к Святой Пасхе, помилует город и простит все грехи. Как же не странно, что когда нам нужно получить прощение от других, мы ссылаемся на праздник и на его важность. А когда нам повелевает примириться с другими, не уважаем его и ставим ни во что. Действительно, никто так не унижает это священное торжество, как совершающие его злопамятством. Но сказать правду, такой человек не может и совершить этого праздника, хотя бы пробыл без пищи десять дней в среду. Потому что ни поста, ни праздника не может быть там, где вражда и злоба. Ты не осмеливаешься прикоснуться неумытыми руками к священной жертве, хотя бы настояла великая нужда. Не приступай же и с неомытой душою. Это гораздо преступнее того и влечет за собой большее наказание. Но ничто так не наполняет душу нечистотою, как гнев, постоянно в ней остающийся. Где злоба и гнев, туда не прилетает дух кротости. А человек, лишенный святого духа, какую может иметь надежду на спасение? Как пойдет прямым путем? Итак, возлюбленный, не подвергай себя гибели и не лишай Божьего заступления, желание мстить врагу. И если бы даже и трудно было это дело, то тяжести наказания за неисполнение было бы достаточно, чтобы возбудить и самого сонливого и беспечного человека и заставить его понести всякий труд. Между тем, слово показало, что это дело весьма легкое, лишь бы мы захотели. Не будем же беспечны насчет своей жизни, но постараемся и сделаем все, чтобы приступить нам к священной трапезе, не имея врагов. Ни одна, ни одна из заповедей Божьих не будет трудна, если мы будем внимательны. Это видно из примера тех, которые уже исправились, сколь многие увлекались привычкой к клятвам и считали ее неисправимой. Однако, по милости Божией, как употребили вы несколько стараний, то большую часть этого порока смыли с себя. Поэтому прошу отбросить и остальное и сделать все учителями для других. А тем, которые еще не исправились, но указывают нам на долгое время, которое они прежде клялись, и говорят, что невозможно в краткое время вырвать укоренившееся в течение многих лет, скажу вот что. Где должно исполнить какое-либо повеление Божие, там требуется ни время, ни множество дней, ни продолжительность лет, но только страх Божий и душа, исполненная благоговение. Тогда мы, несомненно, успеем и в краткое время. 233. Чтобы не подумалось вам, будто я говорю это так просто, возьмите человека, которого почитаете пристрастившимся к клятвам, который больше произносит клятв, чем слов. Отдайте его мне только на 10 дней. Если я в течение этих немногих дней не истреблю в нем этой привычки совершенно, присудите меня к крайнему наказанию, что эти слова, они хвастовство, ясно будет вам из прежних событий, что было неразумнее безрассудней неневитян. Однако эти иноплеменники и неразумные, никогда не слыхавшие ни одного любомудра, никогда не получившие таких заповедей христианских, услышав слова пророка, еще три дня и неневе будет разрушено. В три дня совсем бросили худую привычку, развратный сделался целомудренным, дерзкий, кротким, грабитель и хищник, воздержанным и милостивым, беспечный, трудолюбивым. Ни одну, ни две, ни три, ни четыре страсти не вручевали, но исправили все свои пороки. Откуда же, скажешь, это видно? Из слов пророка. Кто осудил их и сказал, «Злоба ваша!» И вопысть их пошли до небес. Тот самый же засвидетельствовал о них, и противных сказав, и видел Бог, что обратились каждый от злых путей своих. Не сказал от блуда или прелюбодеяния, или воровства, но от путей своих злых. Как же они обратились? Как ведает Бог, а не как судил человек. И мы не стыдимся, не краснеем, что тогда, как иноплеменники в три только дня бросили все пороки, мы в продолжении столь многих дней оглашаемые и поучаемые, не можем одолеть и одной худой привычки. Они прежде уже дошли до крайнего нечестия. Потому что, как услышишь, что воп их взошел ко мне, разумеет здесь чрезмерность нечестия их. Не смотри на это. Могли в три дня обратиться совершенно к добродетели. Где страх Божий, там нет надобности во многих днях и в долгом времени. Равно как где бесстрашие, там нет пользы от множества дней. Кто за ржавевшие сосуды станет мыть только водою, тот хоть и много потратит времени, не выведет всей этой нечистоты. Но кто бросит их в горн, тот в краткий срок времени сделает их светлее новых. Так и душа покрыта ржавчиной греха. Не получит никакой пользы, если станет очищать себя и каждый день кается просто и кое-как. Но если повергнем себя в горн страха Божия, то в короткое время смоет с себя всю нечистоту. Итак, не будем откладывать до завтра, потому что не знаем, что родит завтрашний день. И не будем говорить. Одолеем эту привычку понемногу, потому что этому понемногу никогда не будет конца. Вместо этого станем говорить вот что. Не отстанем, пока сегодня же не справимся от клятв. Хотя бы подавляло нас тысячи дел. Хотя бы пришлось умереть, хотя бы потерпеть наказание, хотя бы всего лишиться. Не дадим дьяволу власти своей беспечностью и предлога к промедлению. Когда увидит Бог, что душа воспламенилась и ревность пробудилась в тебе, то и сам поможет тебе исправиться. Так прошу и умоляю, постараемся, чтобы и нам не услышать. Ни невикяне восстанут на су с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы. Потому что они, услышав увещание, однажды исправились, а мы много раз слыша не обратились. Они совершили всякую добродетель, а мы не одной. Они устрашились, услышав о разрушении города, а мы, слыша и о гиене, не устрашаемся. Они, не имея пророчеств, а мы пользуясь непрерывным учением и великую благодатью. Говорю это теперь, осуждая вас не за ваши собственные, но за чужие грехи. Вы, как известно мне, и как я прежде сказал, исполнили уже этот закон о клятвах, но этого недостаточно для нашего спасения, если мы при том не научим и не исправим и других. Потому что и принесший талант, тот, кто, хотя возвратил врученные деньги в целости, однако подвергся наказанию за то, что не приумножил данного. Итак, не будем смотреть только на то, освободились ли мы сами от греха, но не отстанем, пока не освободим и других. И каждый слуг ли имеешь, или учеников собрав около себя, друзей десять, приведи их к Богу. Но нет у тебя ни учеников, ни слуг. Так есть друзья, их исправь. И не говори мне, от частого употребления клятвы мы отстали, а только изредка увлекаемся к ним. Брось и это изредка. Если потеряешь один золотой, не обойдешь ли всех с расспросами и поисками, только бы найти его. Так поступи с клятвами. Если увидишь, что вырвалась у тебя одна клятва, плачь, спинай, как будто бы все имущество твое пропало. Опять говорю, что и прежде. Запри с дома, займись и потрудись с женою. С детьми и домашними скажи наперед сам себе. Не примусь ни за частные, ни за общественные дела, пока не исправлю душу свою. Если вы научите детей своих, и они научат своих детей, и таким образом исполнение заповеди, дошедшей до конца века и до пришествия Христова, всю награду за это принесет тем, кто положил корень. Если сын твой научится говорить, поверь, то он не пойдет уже в театр, не войдет в корчемницу, не займется игрой в кости. Слово это, лежа на устах, подобно узде, и против воли заставить его краснеть и стыдиться. Если же, когда он и покажется там, оно понудит его тотчас выбежать оттуда. Но такие-то смеются над тобою, поплачь об их развращении. Многие смеялись и над Ноем, когда он строил ковчег, а как пришел потоп, тогда он посмеялся над ними. Впрочем, вернее сказать праведник, и не посмеялся над ними, но поплакал и восстинал. Итак, когда увидишь смеющихся, подумай, что смеющиеся теперь будут некогда весьма горько плакать и скрежетать зубами. И вспомнят об этом смехе, когда в тот день будут стенать и скрежетать. Тогда и ты вспомнишь об этом смехе. Сколько смеялся богач над Лазарем, а после, увидев его на лоне Авраама, оплакивал уже самого себя. 235. Размышляя обо всем этом, понуждай всех немедля к исполнению этой заповеди. И не говори мне, что будешь делать это понемногу. Не откладывай до завтра, этому завтра никогда нет конца. Сорок дней уже прошло, если еще пройдет и Святая Пасха, то никому уже не прощу и употреблю не увещание, но запрещение отлучения, которым нельзя пренебрегать. Ссылка на привычку – не сильное оправдание. Почему вор не ссылается на привычку и не освобождается от наказания? Почему та же и убийца, и прелюбодей? Итак, наперед говорю и объявляю всем, что если я, сошедшись с вами, наедине и сделав опыт, а непременно сделаю, найду, что некоторые не исправились в этом недостатке, таких подвергну наказанию прихожу не допускать к святым тайнам не для того, чтобы они оставались без них, но чтобы исправились и затем приступили и с чистой совестью вкусились в священные трапезы, потому что это и значит быть причастником. Молитвами же предстоятелей всех святых, исправив эти и все прочие недостатки, да получим Царство Небесное благодать и человеколюбие в Господу нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу со Святым Духом слава, честь и поклонение ныне и пресно и во веки веков. Аминь.